Девушки отдыхают В этой игре роль виновника катастрофы досталась Луне, чей осколок рухнул на землю и принес как разрушение, так и загадочные частицы Фемта. Эта субстанция оказалась манной небесной для энергетики и ее сразу прибрали к рукам военизированные корпорации или консорциумы, как их называют в игре. Они возвели защитный барьер вокруг зоны диаметром в 2000 километров, обозвали его овальной цепью, завезли беспилотную технику с искусственным интеллектом и занялись добычей ресурсов. Частицы Фемта привели к появлению восприимчивых к ним людей — аутеров, ставших изгоями. Впрочем, военные и для них нашли применение. С помощью лунной субстанции были созданы пятиметровые боевые машины, и управлять ими смогли именно аутеры, подключающие свой мозг к нейронной сети механизмов. Эти военные роботы получили так много оружия, что их стали называть арсеналами. Свежесобранную команду пилотов же нарекли возродителями и отправили изучать эпицентр падения. Данная экспедиция осталась в истории под названием «Миссия Зеро» и принесла с собой новые беты. В эпицентре исследователи уже поджидала лунная сущность, прозвенная «Доминатором». Этот враждебный пришелец взял под контроль большую часть беспилотных машин, в том числе и военных, после чего оказал очень жаркий, но совершенно недружественный прием всем участникам экспедиции. И лиха беда начала. В центре зоны еще и объявились «бессмертные» — разные боевые машины, среди которых есть как утерянные прототипы первых арсеналов, так и совсем удивительные механизмы загадочного происхождения. Так началась война человечества с «Доминатором», и на момент начала событий «Даймон Экс Макина» она продолжается уже много лет. Предусмотрительно созданная овальная цепь помогла сдержать натиск бессмертных и взбунтовавшегося искусственного интеллекта. Отставить огонь! Больше того, под защитой наемников-аутеров, корпорациям удалось даже продолжить добычу фемта и сохранить сферы влияния внутри зоны. Аутеры-возродители в этих условиях стали незаменимыми, а потому была создана специальная организация «Орбитал», взявшая на себя обеспечение их ангарами для арсеналов, жильем и чертовски опасной работой. Чтобы все корпорации были в равных условиях и не влияли на «Орбитал», организацию подчинили искусственному интеллекту. Видимо, катастрофа миссии «Зеро» никого ничему не научила, или же в мире «Дай Манекс Махина» нет пословицы о граблях. Многие пилоты-аутеры объединились в команды или же группировки с собственными символами, моральными ценностями и даже целями. Так, например, было основано объединение «Вестерн-7» из бывших зэков и боевой отряд «Five Hells» — выходцы из благородного дома, верные рыцарским принципам. Стоит отметить, что к началу событий «Дай Манекс Макина» интеллект «Орбитал» уже не особо-то и контролирует поведение военизированных корпораций, и конфликты между ними становятся нормой. Как результат, аутеры тоже все чаще сражаются друг против друга и начинают подозревать, что искусственный интеллект всей системы то ли ослаб, то ли стал жертвой чужого влияния. Так это или нет, игрокам предстоит выяснить самостоятельно, поиграв в «Дай Манекс Макина», выполнив много заданий, отталченных консорциумов, усовершенствовав свой арсенал и бросив вызов бессмертным. Может быть, геймеры даже смогут встретиться с доминатором и узнать, что таит в себе центр зоны. Однако это уже был бы спойлер, и мы о нем не расскажем. Вы лучше сами пройдите игру, посмотрите краткое аниме с предысторией и разберитесь, при чем тут вообще произведение знаменитого Данте. А на канале Нинтендо на днях вас будет ждать распаковка лимитки с игрой и обзор «Дай Манекс Макина». Так что подписывайтесь на наш канал и на твиттер, чтобы следить за новостями. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА